Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушку отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну и не учи меня. Что такое брак? Не учи меня. Можно я скажу кое-что? Мне никогда не везло в любви. Судьба не была ко мне благосклонна в этом вопросе. Но не нужно думать, что с тобой будет так же. Я инвалид. Ты здоров. Пойми, у Господа особый план на каждого человека. Возможно, к тебе он будет благосклоннее. Возможно, твоя судьба не станет такой, как моя. Сестра! Посмотри, как эта лихенка на мне смотрится. Я надену её на службу в честь Ганеш. Мне понадобится красивая буаль. Сделай ещё для меня, сестричка. Ой, всем бы такую невестку. Но она есть только у меня. У Суныри. Потому что я очень счастливая. Так-так. Невеста прилипла к окну и думает о чём-то. А это всё пляшет. Иди, помоги своей невестке. Я... я тоже помогу. Это твоё настоящее имя? Или есть другое? Я должна спросить. Я запуталась. Не понимаю, где я правда, где ложь. Это выражение... Выражение твоего лица. И есть правда. Каждый раз, когда тебя просят сказать правду, я вижу страх и тревогу на твоём лице. В этом всё дело. Страх появляется, когда ты слышишь имя... Роддера. Хочешь стать от него свободной? Хочешь убежать... подальше от этого имени? Помолвка. Помолвка. Невеста. Свадьба через четыре дня. Всё это ложь. Да, Парвати? Ты же хочешь знать, как я узнала? Это очевидно. Невеста плачет на свадьбе, когда прощается. А не всякий раз, когда слышит слово «свадьба». Парвати? Я тебе кое-что скажу. Я хочу, чтобы Роддера и его отец-инвалид убрались из этого дома. И я не знаю, но почему-то мне кажется, что ты хочешь того же. Скажешь правду, и я избавлю тебя от Рудры и от этого дома. Поверь мне. Я знаю могущественных людей. Им ничего не стоит помочь мне. Обещай. Если ты поможешь мне покончить с этим, Рудра навсегда исчезнет из твоей жизни. Люди говорят, лучше поверить врагу, которого знаешь, чем врагу, которого не знаешь. Тем более, когда враг предлагает дружбу. даю тебе времени до завтрашнего утра. Приходи ко мне до того, как рассветет. Скажи мне правду. Дай мне помочь тебе и себе. Если не придешь, разрушишь свою жизнь. Помни, ты выбрала не ту сторону. Попытайся понять, какая сторона для тебя лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Куда ты идешь, Рудра? Ты теперь жених? Возьми отпуск. Оставайся дома. Я хотела спросить тебя, что приготовить? Раздумываю, что приготовить на обед. В преддверии свадьбы принято готовить те блюда, которые любит жених. Правда? Вот это называется идеальная пара. Не успела начать разговор с женихом, тут же появилась невеста. Не можете наглядеться друг на друга? Не переусердствуйте с романтикой, а то что будете делать после свадьбы, а? Порвать и отправляйся на кухню, чтобы приготовить любимое блюдо своего жениха. Что такое, Рудра? Думаешь, отчего я так интересуюсь твоей свадьбой? Это естественно. Я же часть семьи, жениха и невесты. Несу ответственность за обе стороны. Митхали, где ты? Можешь пожертвовать жизнью, но если сделаешь это, весь Бирпур обратится в пепел до того, как ты взойдешь на погребальный костер. Если подпишешь, свадьбы не будет, обещаю. Но если нет, я женюсь на тебе, никто меня не остановит. Ты знаешь, я не бросаю слов на ветер. Не бросаю! Скажешь мне правду, и я освобожу тебя от Рудры и этого дома. Господи, я не знаю, как поступить. Я не доверяю тете, но она сказала, что знает влиятельных людей и сможет помочь мне, принять ли мне ее помощь. Помоги мне, Господь. Я хочу попытаться еще раз. Последний. Будь со мной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего. Просто матушка организовывает свадьбу, свадьбу Парватии и Рудры. Я составляю список гостей и всего необходимого. Я занялась этим. Парватии нервничает. Она немного напугана перед свадьбой. И что? Ты теперь будешь ее поддерживать? Станешь больше времени проводить с ней, чтобы поддержать? Откроешь ей все секреты? Ты так будешь делать? Нет. Я скажу ей, что только только до свадьбы люди друг другу чужие. Но после нее все становится хорошо. Я... Я что, не права? Прости меня. Я знаю, что был груб с тобой эти дни. С момента, как начался разговор о ребенке, одни неприятности случаются. Я очень растерян. Не стоит переживать. Господь поможет нам все уладить. Что стоишь на пороге? Заходи. Через четыре дня будешь делить эту комнату со мной. Не подписала? Ну что ж... поздравляю со с вами. Продра, прота, пранове. Девушки вы мечтали жениться. Наверное, вы видели ее во сне. Наверное, она похожа на вас. Или полная противоположность. Она молчаливая или любит поговорить. У нее большие глаза или маленькие. Громко смеется. Хватит! Что за чушь ты несешь? Зачем вам это? У вас должны быть предпочтения. Вы наверняка мечтали о любимой девушке. Зачем вы женитесь на той, которую ненавидите? Я понял. Решила снова достучаться до меня. В каждом человеке есть хорошее и плохое. Ты провела со мной столько времени, но так и не поняла, что добро во мне спит где-то глубоко. Очень глубоко. Она умерла. Не женитесь на мне. Не губите свою жизнь. Ну так спаси меня. Подпиши. Как я могу подписать смертный приговор жителям моей деревни? Как я могу подтвердить слово? Не хочешь, не надо. Через четыре дня станешь моей женой. Забудь о моих мечтах. И о своих забудь тоже. О свободе, о новой жизни. Зарой их в песок. И навсегда забудь о них. Навсегда забудь. Мои мечты уже похоронены в песках на границе. Вместе с моей жизнью. Парвати, которая мечтала о новой жизни, тоже осталась там. Как и Бог Шива. Я мечтала о двух сыновьях. Уходи. Хорошо. Я выйду за вас. Я смирюсь. Если так хочет Бог Шива, я это сделаю. Но станете ли вы счастливы? А ваш отец, он одобрит ваше решение? Перестань нести чушь. Или подписывай, или выходи замуж. А сейчас убирайся. Матушка, я составила список всего необходимого для свадьбы. Остался список гостей. Я закончу его сегодня. Хорошо. Парвати. Заходи. Заходи. Посмотри на невестку. Как только она узнала о твоей свадьбе, готова пуститься в пляс от радости. Скажи мне, ты сообщила о свадьбе своей семье и родственникам? И, конечно же, тети, чья любовь и забота сделали тебя такой высокой, что ты без труда схватишь птичку в полете? Когда она здесь будет? Неважно. Пусть приезжает, когда захочет. Невестка. Традиционный подарок невесте. Красивая кровать, верно? Да, матушка. И зеркало тоже. Да. Точно. Теперь мы семья Парвати. Ее родственники. Большая кровать и зеркало будут подарком от меня. Нужно сделать заказ плотнику. Там на столе лежит блокнот с адресами. Хорошо. Сходи, поищи. Парвати. В этом доме каждая сирота будет обогрета махини. Подойди. Что ты решила? До рассвета еще есть время. Как думаешь, какой подарок принесет тебе восход? Свободу? Или новые несчастья? Ответ нетрудный, правда, девочка? Не так ли? Хорватия. Конечно, молчать, когда говорит старший, признак хорошего воспитания. Но если молчать все время, несчастье не избежать. Имей в виду. Скажешь правду, будешь спасена. скажи прямо сейчас, кого ты выбрала, меня или его? Матушка, я нашла номер плотника. Мне позвонить ему? Невестка, ты никогда не говорила мне, что плотник твой дядя, и он готов принимать заказы даже ночью. Я... Иди в свою комнату и ложись спать. Сделаешь заказ завтра. Не хочешь говорить, оставь меня. Из-за тебя мой сон убежал за порог. Не стой в дверях, не мешай ему вернуться. Вы были правы. А я никогда не ошибаюсь. Говори. Я не хочу выходить за него с... Субтитры сделал DimaTorzok